Добрый день. Сегодня у нас опять беседа с Эльчином Акзаде, человеком, который владеет информацией по ситуации политической в Азербайджане. Эльчин, месяц прошел после того, как закончились активные боевые действия. Армения подписала капитуляцию при посредничестве России. Хотелось бы узнать, как получилось так, что Армению удалось все-таки победить через 28 лет. Часть территории, большая часть территории освобождена. Как общество эти 28 лет было, вернее, как оно готовилось к освобождению территорий? Спасибо, Сергей, что пригласили меня и слушаете мое личное мнение. Мы благодарны вам и вам за объективную ситуацию, то, что происходит в Азербайджане, в частности Карабахе. И завтра мы отвечаем День Победы и, используя вашим эфиром, я поздравляю всех наших друзей, в том числе братского украинского народа и правительства Украины, за то, что они нас поддерживали и морально, и психологически, и политически. И то, что касается вашего вопроса, вы знаете, в 90-х годах, как вы знаете, армяне захватили Карабах, и вокруг Карабаха 7 районов. И при этом нашим людям, нашим гражданам не давали время, как мы сейчас дали время, чтобы армяне выходили из Кельбаджара и Солочинского района. И они нашим детям, нашим родителям, нашим гражданам не давали время. И в очень ужасном положении наши смогли как-то выйти из этого окружения. Но многие не могли выходить из этого окружения, и многие остались там. Как вы знаете, именно варварство армян, и то, что они устроили геноцид Хаджалы, то, что окружили этот город, азербайджанский город Хаджалы, и не дали возможности, чтобы люди вышли из окружения, и уничтожили больше 600 азербайджанцев, детей, стариков, женщин беременных. И вот именно вот этих людей и полуголодных детей правительство Азербайджана взяло на себя на обеспечение. Они учились в военных лицеях, жили в военных лицеях, учились. Потом правительство Азербайджана отправило их учиться в высшевоенное училище. Потом эти же дети обучались в лучших училищах НАТО, в Турции в том числе. Проходили обучение в Америке, в Китае, в Израиле, в Турции. Обучались военным делом. И днем, и ночью, зимой и летом. Зимой и летом они учились военному делу. Воен-военному делу. И именно когда пришло время, это же солдаты, солдаты сели в танк и зашли в Шушу, в том числе освободили наши земли. А второй фактор победы это общество Азербайджана, азербайджанский народ. Именно азербайджанский народ не давал этим детям, чтобы они забыли оккупацию Карабаха. Несмотря на это, несмотря на то, что нас доставляли, в том числе некоторые послы, доставляли, чтобы мы забыли Карабах, сохраняя при этом якобы статус-кво. Ну то есть информационная тема Карабаха в Азербайджане эти 28 лет постоянно была... Да, да. Наш президент и господин главнокомандующий постоянно в своем выступлении говорил, говорил, мы не пойдем никакого компромиссия насчет третьей целости, и она будет восстановлена в любом случае. То есть народ и правительство готовилось к этому, и 27 лет мы готовились к войне. А за эти 27 лет армяне создали миф о якобы непобедимости духа армян, непобедимости армии армян. И этим они сами погубили себя, так как это чушь, сами поверили о непобедимости армян, духа армян. Еще такой момент. В азербайджанском обществе были какие-то партии, политические силы, политики, которые говорили, что Карабах нам надо оставить армянам? Дело в том, что, Сергей, в Азербайджане официально 52 партии, все политические партии поддержали господина президента в карабахском вопросе. Ну, то есть таких политиков азербайджанских нет, которые говорили бы, что Карабах нам надо оставить армянам и не надо за него воевать, так? Абсолютно, Сергей, абсолютно. Ясно. Далее идем. Что увидел Азербайджан на освобожденных территориях? Вы, наверное, по видео видели же Хиросима. Ну, я видел меня... Я почему спрашиваю? Я видел то, что я видел, я думаю, все остальные видели. Мне хотелось узнать, если правда то, что я видел, тогда получается, что армяне 28 лет жили как бы на своей земле и ничего на этой земле не делали, не строили. То есть такое ощущение, что как временщики они там были. Сергей, знаешь, у мусульман и Бог, и Аллах это один, да? И мусульманы чтят все и церкви, и синагоги, и мечиды. Все для этого, знаете, Божьи дома. Вы, если представить не могли, во что они превратились в мечети, в мусульманские мечети, во что они превратились в синагоги. Настолько армянский народ ненавидит вот именно евреев, в том числе мусульман, представьте, это было просто ужас. Когда я лично отправлял и с собой брал людей, священнослужащих, евреев, католиков, христиан, мусульман, они просто были в ужасе, на что они превратились в Божьи дома, то есть мечети, синагоги. Это просто было варварство со стороны армян. И они все там доказали, что они тут живут временно. Представляете, до 15-го числа, до 10-го числа им дали время покинуть Кельбаджар, да? Они просили, умоляли нашему президенту, дайте еще время, дайте еще время. Наш президент гуманный человек, и с его помощью представлено было беженцам, ну как беженцам, жителям Кельбаджара еще 15 дней. Да, 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 я знаю. Кида, это Кельбаджарский район, в том числе и Лачинский, и Агдамский, они сразу срубили, превратили, срубили все деревья в деревья. Понимаете, устроили террор, как-то природный террор даже Азербайджану. И это просто было варварство. Никакой народ не может даже, надо, если проигрываешь, надо уметь честью проигрывать. Скажи, по вашим оценкам, и вообще есть ли такие оценки, сколько понадобится времени, чтобы там наладить цивилизованную жизнь какую-то в этих населенных пунктах? И второй вопрос тут же, в эту же тему. Действительно ли в эти районы будут приезжать туркоманы из Сирии? Ну, Сергей, зачем нам туркоманы? У нас миллион беженцев. То есть люди, которые там жили, они готовы вернуться туда и обустраивать дома свои? Это исконная наша земля. Их деды, их отцы, родители там погибли. У них там кладбища их. Естественно, Азербайджан сейчас строит новую дорогу, прям в шушу. И президент Азербайджана приглашает всех инвесторов. Тех стран, которые проявили по отношению к Азербайджану дружбу, по отношению к справедливости. Им представлены большие льготы, и будут строиться и азербайджанцы, и миллион беженцев, которые были вынуждены покинуть, в том числе и Армению. Как вы знаете, 200 тысяч азербайджанцев заставили покинуть армянские с Арменией, азербайджанцев. И 750 тысяч человек покинули Карабах. Вот именно эти же беженцы, вынужденные переселенцы, и уже тихо-тихо возвращаются. Я так все равно понимаю, наверное, слишком мало времени прошло для того, чтобы был такой составлен конкретный экономический план развития этих территорий. Наверное, пока его еще нет, да? Абсолютно пока нет, но сейчас строят дорогу. Вы сами понимаете, дорога это культура. После дороги, наверное, будут обустраиваться все деревни, все села. Кто-то, какая-то часть армян осталась в этих районах жить или нет, или все уехали? Конечно. Дело в том, что, Сергей, наш президент сказал, больше не употреблять слово Нагорно-Карабахский конфликт. Это осталось в истории, так? Если это будет представлено историкам, географам. Сейчас вопрос Нагорно-Карабахский конфликт уже нет. Азербайджанская армия выполнила работу ООН, которой было четыре резолюции об освобождении Карабаха и вокруг Карабаха семи районов. Армия выполнила свою работу. То есть Нагорно-Карабахский конфликт так таков уже не существует. И, естественно, мы восстановим все, что армяне превратили в пыль. Скажи, пожалуйста, Азербайджан рассекретил данные о своих погибших, сколько раненых было. Скажи, пожалуйста, какие компенсации предусмотрены за погибших их семьям? Во-первых, государство выделяет им сумму, которой достаточно будет каждой семье. Пока еще не понятна какая это сумма, да? Абсолютно 11 тысяч монад и плюс был организован фонд. Именно этот фонд будет поступать деньги с разных организаций. Именно с этого фонда будут направлены на деятельность, на поддержку этих семей и инвалидов. Ну ты мне скажи, чтобы сразу же перевести, сколько это там в долларах или в евро примерно получается минимум? Ну, дело в том, что, Сергей, у нас есть разные фонды. Например, фонд именно Гейдар Алиева. Алиева, да, это, сами понимаете, они очень большую работу ведут во всем мире. И поддержка со стороны фонда именно Гейдар Алиева в том числе и поддержка со стороны государства. И ежемесячно, так, одноразовые, это 20 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. И плюс ежемесячно каждая семья, в том числе и инвалиды, будут получать деньги от государства. Я понял, и социальные какие-то льготы и все остальное. Ясно. По Карабахской войне, Сергей, каждому сейчас семям шахидов, инвалидам государство выделяет автомобиль. Уже почти практически первые в Карабахской войне семьи шахидов получили квартиру. Почти все, я не буду говорить все, да. Но очень большинство, и в том числе машины. И президент сказал, задачу поручил всем министрам, все семьи шахидов и инвалидов будут получать квартиры от государства, в том числе и льготы. Переходим к той территории Нагорного Карабаха, которая сейчас находится под контролем российских миротворцев. Я сразу хочу тебя спросить, есть у меня информация, что учитывая то, что по условиям соглашения через 4,5 года либо Азербайджан, либо Армения могут сказать российским миротворцам спасибо, и вы здесь больше не нужны, мы справимся сами. Ну, естественно, я понимаю, что армяне этого не скажут, это может сказать только Азербайджан, и, как я понимаю, опять-таки, что я слышал, желая убрать это слабое место, Россия сейчас пытается через СовбезООН получить мандат ООН на своих миротворцев, чтобы там остаться, как я понимаю, как в Приднестровье навечно. Что ты об этом слышал, знаешь, и вообще готов ли Азербайджан на вот такие, на такой пересмотр условий пребывания российских военных? Ну, дело в том, что, Сергей, я недавно проводил две международные конференции с участием послов, гипкорпусов, Красного Креста и так далее и там подобное. Естественно, мы благодарны российской стороне, что они освободили три района, которые были захвачены с Арменией. Естественно, наша армия смогла бы освободить эти земли, но были бы много шехидов. То, что согласно пункту российские миротворцы освободили эти районы, мы благодарны Российской Федерации. Но насчет территории, я думаю, что никакой азербайджанский чиновник не пойдет на компромисс. Это даже не обсуждается. Да, у меня тут есть информация, якобы российский министр Министерства иностранных дел выходит и хочет попросить вежливо, как они зашли в Крым, солдаты, как зеленые солдаты. Но я думаю, что у нас опыт есть, горький опыт есть. Российское миротворчество на пять лет пришли. У них нет мандата ООН. Я думаю, что азербайджанская сторона никогда не согласится, чтобы у них было международный статус и мандат. Так как наша армия 21 века, мы в состоянии защищать наши земли, наши границы. И мы доказали это в бою. Эльчин, кто в ближайшее время, вот, например, вот эти ближайшие пять лет, на которые сейчас дан мандат от Азербайджана российским миротворцам, будет заниматься, например, в том же Ханкинги проблемами ЖКХ, полиция, воровство. Ну вот это все. Кто этим будет заниматься? Ну, вы сами понимаете, Сергей, миротворческая сила не входит до обязанности контролировать государственные учреждения. Да, вот я потому спрашиваю, как этот вопрос решается, потому что ни с российской стороны внятного ответа нет. Ни от Азербайджана я пока не слышал. Дело в том, что мы не собираемся разговаривать насчет территории. Это земля Азербайджана, как вы знаете, в том числе Ханкинги, Ахдаря. Через некоторое время наши границы обязательно вернутся в Ханкинги, в том числе, и там будет развеяться флаг Азербайджана. Но нам нужно время, и я думаю, что никто пусть не сомневается, и там будут флаги Азербайджана, там будет строительство банков, там будет строительство маркетов за счет бюджета Азербайджана, и граждане Азербайджана, армянской населения, армянской национальности будут интегрироваться в общество Азербайджана. А если кто-то, может быть, по каким-то причинам не хотят жить на территории Азербайджана, Венком, Гудбай. Но это все же планы. Вот если сейчас семья азербайджанцев каких-то, которые жили в Ханкинги, там много лет назад, они захотят туда приехать, либо не в свой дом, либо построить там дом. Эта ситуация как-то уже проговаривается, или пока это непонятно вообще ничего? Ну, дело в том, что, по нашим данным, еще в Ханкинге и еще армяне носят автоматы, это даже русские журналисты говорили. То есть не полностью выполняется трехсторонное соглашение между Россией, Арменией, Азербайджаном. И я думаю, что до 20-го числа и турецкие наблюдатели, в том числе, там уже соглашение с Россией есть, они будут сидеть в мониторинг-центре, и дроны будут летять, в том числе, над Ханкинги, благодаря Латчинском коридоре. И вся эта информация будет делиться русскими миротворчествами, и будем требовать выполнения этих трех статусов. То есть сейчас главная задача – это убрать вооруженных людей, а вот то, о чем я спросил, это уже вопросы, скажем так, наверное, 21-го года, да? Ну, да, я согласен, но там уже коммендации президента Азербайджана назначил коммендаторов всех этих освобоженных землях. Я думаю, что после того, как приедет, в том числе, турецкое миротворчество, и будут обезураживаться армянские боевики и те, которые еще остались в Ханкинге. После всего этого армянское население обязательно получит паспорт Азербайджана, они будут гражданами Азербайджана. А если кто не захочет жить и не захочет соблюдать Конституцию, естественно, и полицейские, и правоохранительные органы попросят покинуть территорию Азербайджана. Скажи, есть ли какие-то партизанские действия армянской стороны? Сергей, мне очень больно говорить, но я как правозащитник, я это должен говорить. Буквально несколько дней тому назад армяне захватили нашего 17-летнего солдата в Губадлинском направлении, пограничника. И, наверное, в Ютубе его фотографии есть. И как зверски, мне очень больно говорить, порезали голову этому солдату. Хотя и солдат просил о пошаре. 17-летний солдат, Сергей. Я не слышал этой истории, я потому и спрашиваю. Мне интересно, есть ли вот партизанские действия, так называемые, со стороны отдельных армянских военных формирований. Я понимаю, что подписано соглашение, но, тем не менее, есть же в любой стране люди, которые с чем-то не согласны. Ну, так, таковы массово партизанские действия нет, но отдельные действия со стороны некоторых армян соблюдаются, не соблюдаются. И пример этот 18-летний солдат по гранбольску Азербайджана. Какие-то гражданские конфликты в тех районах, которых уже получили доступ азербайджанцы, вот с теми армянами, которые остались, есть ли это все контролируется как-то там военными вашими? Ну, все контролируется с военными нашими. И, как вы знаете, сейчас уже у армии есть функция внешнего, внешняя функция, а внутренняя функция полицейская, правоохранительные органы КГБ, они полностью контролируют ситуацию. И пока все тихо, спокойно. Что насчет завтрашнего парада? Я видел, что в России обсуждали, что якобы поведут армянских пленных. Но это нечеловечно. Я думаю, что наши не пойдут. Это так вбросили, я так понимаю, да? Вот, Сергей, вы сами понимаете, в российской некоторые сайты находятся под влиянием армянской лобби, в том числе и Арам Габриэльян, в том числе и Раша Тудей. Но это лица армянской национальности, граждан России. Но они все время... Вот представьте, во время войны они говорили, что на стороне азербайджанцев воюют чуть не Саламаса, как там, Маракканы там, то ли... Но доказательств я не видел. Об этом говорили они много, но доказательств не привели никаких. Ни одного документа, ни одного пленного турка, сомалица, китайца, ни одного убитого до сих пор не было представлено. Азербайджан победил, как в воздухе, как и в ближнем бою. Вы сами знаете, как шушу наши спецназовские взяли. Штык-ножами и автоматами. Скажи, на параде из официальных лиц, может быть, послов каких-то других стран или руководителей, кроме Эрдогана, кто-то будет? Ну, послы, наверное, будут. Обязательно уже приехал президент Эрдоган. Я тут обращаюсь в российские аудитории. Кто бы то ни говорил бы что-то, чего-то. Турция, Азербайджан это братская страна. И Турция помогала нам и политически, и морально. И я думаю, что пусть никто не боится, что Азербайджан, Турция, когда будет вместе, нападет на какую-то страну. У нас самое братское отношение. Мы на чью-то территорию претензий не имеем, но свою тоже не отдадим. Ну, сейчас, например, в эту же тему я хотел бы сказать, что отдельные истерики из так называемых этих российских экспертов, политологов, ну, там, например, как Кургиняны, Михеевы, вот эти все, которые там у Соловьева вьются, они рассказывают, что сейчас вот Эрдоган Азербайджан себе подчинил и пойдет дальше на Казань, в Астрахань, в Каспийское море выйдет. В общем, ужас, ужас, ужас. Нам надо остановить Эрдогана. Сергей, я хочу через ваш эфир передать привет господину Затулину. Так, и как вы знаете, армяне подарили виллу Затулину в город Шуша, так? Да? Я не слышал. Да, да, да. Конечно, у нее там и фотографии. Наш спецназ освободил Шушу, и ее там фотография, фотографии семьи был. И просто я хочу сказать, что господин Затулин, в эту дачу мы подарим командиру спецназа, кто освободил город Шуша. И вы никогда, не только не приедете в Азербайджан, в том числе и в Турцию не попадете. Это все вранье. Азербайджан многонациональная страна. Азербайджане живут и иранцы, и евреи, и католики. И все, как вы заметили, во время войны даже погибли из Азербайджана, и в том числе и русские, и украинцы, и татары, и лизгины. Мононациональные, в отличие от Армении, у нас многонациональная страна, и все мы, наше население, наше общество поддерживает господина президента и полностью дал карт-блаш господину президенту. Ну, я думаю, что Ильхам Алиев уже войдет по-любому в историю Азербайджана. Уже о нем будут... О нем будет уже точно написано в учебниках истории не просто потому, что он был президентом Азербайджана, а именно это тот человек, который освободил часть азербайджанской территории. То есть это уже... Это уже никуда не деть. И поэтому у меня такой вопрос здесь. Политикум азербайджанский. Наверняка у Алиева есть и противники, которые хотели бы, например, чтобы кто-то там другой стал президентом из них. Ну, как я понимаю, да? Это всегда бывает. Вот сейчас я думаю, что у Алиева рейтинг среди людей достаточно высокий. Очень. Вот. И это, наверное, тоже никуда не деть. Кстати, когда у вас выборы президентские? Ну, я думаю, что выборы были в 2018 году. А зачем нам новый президент? А, ну, то есть это... У вас выборы, в общем-то, были совсем недавно, поэтому... Он нас устраивает. Он победитель. Он вернул и больше 90% в землю. Понимаете? Армяне захватили за три года 12500 квадратных метров Азербайджана. За 44 дня мы вернули 10 тысяч захваченных земель. За 44 дня. То есть, Сергей, мы могли бы освободить Ханкинде. Понимаете? Ну, это смерти. Это смерти людей. Я считаю, что то, что было подписано, это было очень выгодно Азербайджану, потому что я согласен с тобой, что вы могли бы освободить. Но сколько бы еще сотен, а может быть, тысяч азербайджанских ребят погибли, мне кажется, это лучше сделать мирным путем в течение пяти лет. Я думаю, что на это Азербайджан и нацелен. И это абсолютно мутно. Господин Кучнян лично сказал, если он не подписал акт капитуляции, 20 тысяч армян попало бы в окружение. 20 тысяч армян. Но именно гуманизм президента Азербайджана сохранило жизнь в том числе армянской молодежи. И армяне должны это ценить. Это тоже безусловно. Скажи, пожалуйста, какая ситуация сейчас по инциденту с российским вертолетом? Какое-то расследование, что там сейчас делается? Расследование ведет и главная военная прокуратура, но следствие ведет, я честно, это закрыто следствие, я не знаю, что. То есть, я просто информацию за минувшие недели никакой не слышал, поэтому хотел узнать, что там какие-то, может быть, новости есть или нет? Ну, господин президент сказал, что следствие должно вести открыто, справедливо, честно, и обществу, как всегда, будет доложено о следствиях. почему избила именно, почему избила вертолет, кто избил, с какой целью, наверное, все это вопросы будут даны ответы. Как считаешь, будет ли Армения, но я не говорю сейчас, а в будущем готовить какую-то операцию, чтобы это все отыграть назад, я имею в виду военным путем? Обязательно будет, Сергей. Но дело в том, что наши вооруженные силы просто уничтожили 80% армии, Армении, я думаю, что лет на 10-15 они еще в себе не придут. Естественно, через 15 лет они, если захотят взять реванш, но я им это не советую, если они не хотели потерять еще наши древние азербайджанские земли, Зангезур, в том числе, и Сиван, в том числе, и другие районы. Я им не советую, потому что армия... Ты полагаешь, что они на это могут пойти? Я, например, считаю, что все, как бы там ни кричали, уже эта ситуация будет зафиксирована, ну, я имею в виду в реальной политике. Но вы считаете там, что армяне все-таки могут пойти в атаку? Зная этих армян, я уверен, что они захотят не только реванш, у них даже сила духа не хватит взять реванш и захотят какую-то провокацию сделать, так как моя работа такая проследит сайт армян в том числе. Я смотрел, почитал выступление министра обороны Армении, они просто говорят возмутительные вещи. И как будто не они подписали акт капитуляции. Мы хотим жить со всеми соседями в дружбе, развиваться, экономик, чтобы народ жил хорошо. Потому что это народ, который имеет территориальные претензии и в Грузии, и в Иран, в Азербайджан, Турции. Ну смотри, опять-таки, после того, как это все было подписано, по крайней мере, от Пашиняна, который является представителем власти, я ничего подобного не слышал. А то, что говорят какие-то, там, как называют часто таких людей радикалами, у них может быть любое мнение, но кричать можно все, что угодно, вопрос, имеешь ли ты власть и поддержку людей на то, чтобы, допустим, пойти в атаку на Азербайджан, отбивать обратно Карабах, но я вижу, например, что Пашиняна уже сколько времени прошло, там какие-то митинги вроде бы проходят, это тоже нормально, я понимаю все, но основная часть армянского народа, как я вижу, она в душе понимает, что адекватные, да, то есть, конечно, жалко им и можно их понять там с исторической точки зрения, но с документальной точки зрения эта территория ваша, да, то есть, как бы тебе было, им было не обидно, они прекрасно понимают, что эту историю, наверное, надо заканчивать и каким-то образом уже с вами, по крайней мере, мирно сосуществовать. Но дело в том, что, Сергей, эта война еще не закончена и политически еще не закончена, в течение 27 лет они нанесли урон экономик Азербайджана и мы обязательно, как и президент сказал, приглашали эксперты международных банков и эксперты других там, это, посчитывался ущерб, который был нанесен в Азербайджан и думаю, что на следующем году мы обратимся в международный суд ориентировочно 80-100 миллиардов долларов будем требовать от Армении. Но вы реально верите в перспективу этого, да? Ну, как вы знаете, территория Азербайджана, есть 4 резолюции ООН о том, что все международные, это территория Азербайджана, так, и в течение 30 лет они захватили территорию Азербайджана. Ну, в любом случае, в любом случае это на десятилетие, ну, как минимум, потому что даже то, дело, которое ты знаешь там к России, они претензии имеют, вот они сколько, 15 лет уже судятся, но вроде бы сейчас, возможно, на финишную прямую вся история выходит. Конечно, я думаю, что Азербайджан такую сумму никогда от Армении не получит, потому что она просто огромная, но что-то за ущерб возможно, вам и получится через 15-20 лет отсутствие. Дело в том, что войну вы знаете, когда Советский Союз воевал с Германией, Советский Союз в качестве ущерба забрал, по-моему, Кеннисберг, потом ее переименовали к Калининграду. Там немножко другая ситуация была, там они какую-то интрибуцию безусловно получали. И в Японии, там Куриллские острова. Обязательно мы будем требовать денег от Армении, а если, естественно, у них этих денег не будет, мы будем требовать замедления. Я понял. В общем, хотите вы материальный ущерб с них забрать. Это согласно закону, мы имеем право. Какая ситуация с коридором, который будет связывать основную часть Азербайджана с Нахичевами, он или не работает, когда это все будет функционировать? Ну, пока не работает, пока не работает, но Азербайджан планирует построить дорогу через Дзяньгазур, и это предусмотрено в этих пунктах, и в Нахичеван, Нахичеван, и эта дорога будет на балансе Азербайджана, то есть и эта дорога будет охранять миротворческие службы. Я знаю, да, но то есть пока еще это все в стадии только реализации, да? Да, да, это нужно экономический план, бизнес-план, это нужно время, но мы решительно обязательно построим эту дорогу согласно трехсторонным заявлением, обязательно мы это сделаем. Ну что, еще раз поздравляю вас с окончанием вашей освободительной войны, по крайней мере ее горячей фазы, впереди политическое доурегулирование, как я это называю, конфликта. Желаю, чтобы в новом году азербайджанцы вернулись в свои селения, в которых они не были 28 лет, обустраивали там нормальную жизнь, чтобы эти села, города, пусть они небольшие, но выглядели прилично и обустроены они так, как мы видим, в каком состоянии они сейчас. Поэтому завтра будем смотреть парад, ну и привет всему Азербайджану. Спасибо, Сергей, я еще раз благодарю украинскому народу о поддержке, которая поддерживала нас, нашу страну в справедливой войне. Я думаю, что все войны заканчиваются с миром, но мир должен быть справедливым. Мира вам, я уверен, что и вы сделаете все возможное, посмотря наш опыт, ведете ваши земли и наведете порядок в Донбассе, я в этом уверен. Спасибо, Ильчин. Ну все, до свидания. Спасибо большое, спасибо еще раз.